Яна Рудковская и Виктор Батурин Многие считают, что причиной развода стала, так сказать, нелюбовь Виктора Николаевича к стилю R&B и наше с ним непонимание в этом вопросе. На самом деле, конечно же, нет. Я думаю, что из-за этого люди не разводятся. Просто как-то накопилось. И на самом деле Виктор Николаевич выдвинул такую версию, что я должна оставить вообще все свои проекты и остаться сидеть дома и ничего при этом не делать. А все, что я делала до этого, я должна просто вот так взять и сказать до свидания. После того, как Яна отказалась сказать до свидания шоу-бизнесу, ей пришлось сказать здравствуй новым проблемам. Осталась железная леди, если не у разбитого корыта, то у закрытых ворот родного дома уж точно. Я три раза приезжала к дому, к коттеджу. Меня не пускали на мою машину на территорию дачного поселка. И, соответственно, охрана не пускала меня на территорию дома. Сейчас посмотрим. Моя мама, бабушка этих детей. И вы меня не знаете. Ой, ладно. Меня не знаете, да? Леш, держи. Что, будем брать на абордаж? Сейчас скажу, что я не буду справляться. Они туда дают новую виду. Один с комбинационным оружием. Второй, я не буду пускать, у меня же там походу дождь. Значит, перелазим через забор. Мать к детям. Любовь матери к детям никак не остановить. Я что, я не держу ее. Она не будет красть ничего. Да я знаю, я уже в курсе дела. Ну так в курсе, значит, немножко... Ну вот, приходится перелазить через заборы. Осторожнее, Ян, там осторожно. Осторожно. Там снимай. Держи, держи, держи. Ну там, наверное, кто сзабил. Аккуратнее, аккуратнее. Сейчас мы попробуем выяснить, есть ли кто-нибудь дома на самом деле. В конце концов, Яне удалось попасть в дом и поговорить с младшим сыном Колей. Я говорю, ты меня ждешь? Он говорит, конечно, я жду тебя. Мамочка, пожалуйста, там, помирись с папой, чтобы он нам разрешал с тобой общаться, говорить про тебя. Почему нам... Он нас, если мы не сможем с тобой общаться, он там... Мы же скучаем по тебе. То есть, вот я не знаю, мне просто очень тяжело говорить, потому что я вспоминаю, какие глаза у него при этом были грустные. Ты ее гнала-то, вы что думаете, она их не видела, детей, что ли? Она все их не видела. Другое дело, что она их видела с какой-то... Ну, какая-то целью. Она там все интервью брала, у корки там, младшишки, пожалуйста. Я никогда в жизни не отдам, не продам своих детей. Это не обсуждается. Я буду за них бороться до конца. А то, что касается Виктора Николаевича, то он просто вечером, ну, в очередной раз, когда он не пустил, он поехал на день рождения Маши Малиновской со своей новой девушкой, которая так сейчас представляется его будущей женой. Кстати, Маша Малиновская, близкая подруга Виктора Батурина и старая приятельница Яны Рудковской, тоже высказала свое мнение на правах друга разрушающейся семьи. У женщины есть ответственность, у нее есть семья, у нее есть двое детей, которыми она и должна заниматься. Я ее понимаю очень хорошо. Я, как она, девушка тщеславная. Но у меня, извините, нет ответственности в виде мужа, в виде семьи, в виде детей. Она действительно перелазила через забор, да, ходила, увидела там с детьми, разговаривала с Виктором Николаевичем. В конце, вот Виктор Николаевич рассказал, чем закончился разговор. Она захотела, чтобы он купил ей дом в Сочи за 2 миллиона. Он мне сказал, что меня все спрашивают, что вот я миллионер, а серьезный, богатый человек, а тебя оставил без квартиры. Я говорю, ну послушай, если ты мне купишь квартиру, конечно, я буду тебе очень благодарна. Но если ты мне ее не купишь, ну что я могу сказать? Ну не покупай, что? И он мне сказал, да я тебе ее куплю. Потому что я на среду была одна, приехала, да, потому что она сказала, что хочет видеть детей. Она пришла и практически не хотела смотреть, она сама разговаривала, да давайте так, как попутать, что я купил квартиру. Но я пришел купить квартиру. Одно ясно точно, квартиру Виктор Николаевич я не купит. Но разногласия, связанные с детьми, так легко разрешить не получится. Тем более, что по словам друзей, большую часть времени дети проводили с Виктором Николаевичем. Он единственный мужик во всей школе, в которой учатся его дети, забирает своих детей из школы домой. Ты можешь себе представить? Бабы там все в шоке просто от этой ситуации. Там все в шоке. Они говорят, таких мужиков как вы нет. Вас надо клонировать. Можно там сказать, что я мама выделяла времени, там еще что-то. Ладно, окей, это можно сказать, но тогда вопрос задается другой. Почему он не дает видеться детям с моей мамой, с бабушкой? Ну, касается бабушек, то у них разные права, да? Она их видит. Словно говоря, там 15 дней везет, значит моя мама, у нее есть право видеть 15 дней везет. Сейчас очень больно, она пройдет конструктивно. По словам Виктора Николаевича, он и не думал, как-то ограничивать Яну в общении с детьми. Тем более, что закон целиком и полностью на стороне матери. Да видится, все имеют право в равных условиях. Но эти условия должны быть комфортными за пару. Ну, как вы считаете, когда человек спускает, находят ваши комфортные за общение с детьми? Вопрос, конечно, риторический. И напомним, это только начало развода. Что будет дальше, представить сложно. Знаешь, как вот в этой сказке. Не хочу быть царией там... Пока никому. Что ж, время покажет, а мы, как всегда, расскажем все вам. Кристина Абрамян, Богдан Кучерский, Муз-ТВ.